Вывоз капитала, так да? Значит, что по этому поводу следует сказать, что предыдущую главу закончился, закончил Владимир Владимирович Ленин тем, что особенно сказал, следует остановиться на той роли, которую играет в создании международной сети зависимости и связи финансового капитала, вывоз капитала. Вот и он переходит к тому, какую же роль играл вывоз капитала от международной сети зависимости капитала. И начинает он с того, что говорит, что для старого капитализма с полным господством свободной конкуренции, то есть в стадии доимпериалистической, типичен был вывоз товаров, то есть вывозились в основном товары. А для новейшего капитализма с господством монополии, то есть для империализма, уже стал типичным вывоз капитала, то есть не только товары, но и капитал. Капитализм, говорит он, есть товарное производство на высшей ступени его развития, когда и рабочая сила становится товаром. То есть и рабочая сила стала товаром. Рост обмена как внутри страны, так и в особенности международного, есть характерная отличительная черта капитализма. Неравномерность и скачкообразность в развитии отдельных предприятий, отдельных отраслей промышленности, отдельных стран неизбежны при капитализме. То есть для капитализма характерно, во-первых, как он утверждает, что рабочая сила стала товаром, обмен внутри и в особенности международный обмен стал характерной чертой. И неравномерность и скачкообразность в развитии стала тоже признаком капитализма. И далее он приводит примеры в Англии, как развивались эти монополии, допустим, уже к половине 19 века ввели свободную торговлю, потом эта монополия уже была подорвана и так далее. То есть он приводит пример Англии. Затем он говорит, что пока капитализм остается капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение уровня жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путем вывоза капитала за границу в отсталые страны. Почему он так утверждает? Потому что если бы капитализм, раз у него появились свободные деньги, ну лишние деньги, лишние деньги прибыли, куда можно было вложить? Для того, чтобы улучшить положение трудящихся, прежде всего, конечно, нужно было бы вложить сельское хозяйство. Он говорит, что мог бы развивать земледелие, которое повсюду отстало от промышленности уже на то время. Оно и постоянно земледелие отстает и сейчас от промышленности. И то есть тогда нужно было бы поднять уровень, жизненный уровень населения. Но если поднимать уровень жизненного населения, тогда, значит, надо капитал в это дело вкладывать, и тогда все, понижение прибыли. Все, капитализм на это не идет, ему это не нужно. Ему это не нужно. И поэтому для того, чтобы добиться повышения прибыли, в отсталые страны капитализм стал вывозить не только товары, но и капитал. Потому что там дешевле рабочая сила, она тоже стала товаром, там дешевле сырье, и там дешевле в том числе и продукты сельскохозяйственные, которые необходимы тоже и для развития капитализма. Вот прибыль в таких отсталых странах обычно высока, и поэтому капитал стал вывозить туда свои деньги. Ну и приводит он, тут вот, допустим, таблички он указывает, по годам, как рост капитал, который помещен за границей. От 1862-го до 1914-го. Допустим, вот в Англии за эти годы капитал, помещенный за границей, вырос с 3,6 миллиардов франков англичанами до 100 почти в 2014-м году миллиардов франков. Во Франции, значит, они начали вывозить с 1972-го года позже с 10 миллиардов до 60-ти вырос и так далее. Вот он приводит такие примеры. Ну и потом другие примеры. И говорит, что вывоз капитала в тех странах, куда он направляется, оказывает влияние на развитие капитализма, чрезвычайно ускоряя его. То есть, вывозит капитал и там тоже в этих отсталых странах начинает ускоряться развитие капитализма. Если поэтому до известной степени этот вывоз способен приводить к некоторому застой развития в странах, ввозящих, то это может происходить лишь ценой расширения углубления дальнейшего развития капитализма во всем мире. Вот так он оценивает взаимоотношения, то есть, влияние на развитие капитализма, вывоза капитала в отсталые страны. Далее Владимир Владимирович говорит, ну он тоже приводит здесь пример про Берлинский банк, вот который, как бы, что ему дало этому Берлинскому банку вывоз капитала. И далее он говорит, что финансовый капитал создал эпоху монополий, а монополии всюду несут с собой монополистические начала. Использование связей для выгодной сделки становится на место конкуренции на открытом рынке. Самая обычная вещь, условие займа становится расходованием части его на покупку продуктов кредитующей страны, особенно на предметы вооружения суда и так далее. То есть, дают займы, допустим, ведущие страны империализма, также России, например, они давали и другим странам, но с условием, что какую-то часть этого займа они потратят на закупку товаров у страны, которые, да, промышленных, особенно то, что дает наибольшую прибыль на вооружение, что они в этой стране именно купят. Да, что-то хотелось замечать, что это сделал. Нет, я хотел бы добавить, например, ближайшее, которое это после того мирового... А, сейчас, да? Да, то, что после того мирового американцы свои финансировали в обмен на то, что под таланты... Ну, и уже тогда, это уже было, вот, в начале, 100 лет назад уже это происходило. Как у нас то же самое, сила Сибири, там, по договору моим электричество, отчастными номерами, а своими товарами, где они? Да. Так что, ну, и сейчас есть... Так же, девчонка, с вами, на трубы, с его... Да. Таким образом, значит, ну, и тут он говорит, вот тоже, как бы, вот он утверждает, что Франция, давая займы России, прижала ее на торговом договоре в 1905 году, выговорив известные уступки до 1917 года и так далее. Ну, то есть, определенные товары. Ну, и в заключение, значит, он, Владимир Ильич говорит, в заключении главы этого раздела, Таким образом, финансовый капитал, в буквальном, можно сказать, смысле слова, раскидывает свои сети на все страны мира. Большую роль играют при этом банки, учреждаемые в колониях и их отделения. То есть, большинство банков, вот, отсталых стран, да и в России она тоже отставала, это были, как бы, филиалы вот этих крупнейших англо-французско-германских банков. Особенно в России засилие было на тот период, когда писалась эта работа, это французские банки. Они кредитовали и, значит, кредитовали войну в 1914 году, собственно, французские банки. Вот, что я хотел сказать по этому разделу, по этой главе, империализм, как выше стали капитализмом, поэтому, пожалуйста, кто хочет дополнить, или, может, ко мне какие-то вопросы возникли. Можно, во-первых, дополнить, во-вторых, в вопросе. Давай. Дополнение, да, вот Ленин там отдельно выводит железные дороги. Почему? Так. Вот в Англии железные дороги построились, строится некуда, куда железным дорогам двигаться. То есть, не вынуждены вывозить свои железные дороги за хорост. Ага. Нет, нет, это как раз про ЖД. Что, подожди, это было предыдущие, про железные дороги. Нет, это было все ЖД, которые вытянулись, что-то там, более позже стало вывоз капитала. Ну, естественно, он на этом опирается. И две поправочки, да, вот, французские банки, там конкретно у Ленина написано «Соседженераль», у которого есть как раз филиал «Соседженераль Восток», который занимается Россией, в том числе и с азиатскими странами, не азиатскими, а восточными странами, которые... И он, пожалуй, у нас до сих пор действует, ну, да, Росбанк, говорили уже. Он сейчас принадлежит «Соседженераль». И Берлинский банк, это Deutsche Bank, который у Ленина, да. Там много будет дальше тоже вопросов, да, там, керосиновый трест, да, это... Ну, это вот в следующих главах, раздел «Пера». Да, да, то есть все эти корпорации, в принципе, они, большинство из них существуют до сих пор. И маленький вопрос в самом начале, в принципе, Ленина, это не отвечено, ну, есть что. Почему у капиталистов в разных видах промышленности идет неравномерное развитие? Ага. С чего вы начинали? Ну, ну, ну. Ну, неравномерность развития, она... Не странные имена, а вот именно внутри капиталистической страны. Ну, дело в том, что в зависимости от конкуренции, от прибыли, мне кажется, так, от влияния конкурентов. Ну, тогда забегая чуть вперед, в следующую главу, там, Ленин берет на тот момент актуальный пример по развитию электрической промышленности. А, да, там дальше, да. Технический бум, отрасль, да, и, соответственно, там есть бум, а паровые машины как были, так и остались на том же уровне. Ну, там... Ну, там... Ну, там... Ну, там еще, например, влияние монополий, что влияние монополий, где-то иногда они понимают, что если какой-то там, например, они скупают патенты, глубоко, там, электрические машины были уже, в принципе, в принципе... То есть мелкие предприятия, они... Они не выгодны для них. Да, закупаются, и все, монополиями. Да. А те, кто не хочет продаваться, они просто разоряются, и все. Там, вот, вспомнил пример, кстати, с этим делевой бутылкой, там был пример такой про электрические лампочки. Допусту, там было то, что там монополия, они постановили там каком-то начале 20-го века, что электрическая лампочка должна работать тысячу часов. Это специально было сделано, типа, чем меньше лампочка работает, тем чаще их покупают электрические. На самом деле, они могут работать больше. Там инженеры даже работают на это ссылать. Даже патенты есть на этом основании. Какой еще вопрос есть? По выводу капитала ваших. Тогда кто-то дополнять будет, наверное, что-то дополнять. Дело в том, что, в принципе, сейчас, через 100 лет, практически ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Все осталось на том же уровне. То есть, там, где есть монополии на какое-то производство каких-то конкретных товаров с тем же электричеством, и те же фирмы, практически, и те же Рокфеллеры, и те же Морганы, и те же Ротшильды, они по-прежнему правят миром и назначают правительство даже. Даже правительство. Я не говорю о том, что еще передовые капиталистические страны, они со временем капиталы, в связи с тем, что капиталы перемещаются, неравномерно распределятся, они меняются. Тогда была Англия, потом перенести, даже тогда, он упоминал, в Америку стало, сейчас уже смещается в сторону питания, сейчас перемещается. Дело в том, что идет конкуренция между... Ну да, и неравномерное распределение... И неравномерность развития в результате распределения капиталов... К его и тому, что... Да, политология, сломалась интересы именно вам. Что интересы? То есть, это сам у нас мало... Ну, всегда мало аргуты, регион мира, да, даже континент, где цена, и если в 19-м веке, там, была дележка, да, матри, то теперь опять, столько тех столкнулись гораздо... Это может быть столкновением между США и Итаном, и любить еще вообще положение, например, на штабах? Дело в том, что Китай, конечно, современный Китай, он бы хотел конкурировать с Соединенными Штатами, но пока это ему не по силам. И намечается, намечается, вы видите, идут вот эти вот, создаются эти самые союзы, вот, и этот самый, как вам, союз вот это, Россия, Бразилия, БРИКС, вот, да. Они пытаются сейчас, значит, как бы создать какую-то конкуренцию американскому капиталу некоторую, но они пока не рискуют, это самое, как бы, чтобы конкуренция была действенна, нужно уйти от доллара, понимаете? Доллар сейчас главенствует во всем мире. Они пытаются как-то уйти, и вот, уже делал тут заявление, этот Эрдоган, который тоже пытается привкнуть к этому союзу, он говорит, что будем делать у себя расчеты в своей валюте собственной, вот, например, там, Турция, Россия, но это будет, если откажутся от засилия доллара, ну, какие-то страны, которые готовы конкурировать с Соединенными Штатами, то это будет, очень интересная ситуация может сложиться в мире, да. Кстати, это очень хороший пример развития, да, что поменялось в 100 лет в мире. То есть, мало того, что банк навязывает свой кредит, он навязывает этот кредит покупать у тебя товар, он еще навязывает что-то делать с твоим в люте. Да, да. Какие-то там, что там, в Турции, дублики, лиры еще не проводятся. То есть, есть зрители? Мы теперь перестали там держать у них долга, но про именно количество долларов, да, то есть отказаться от доллара, это, не знаю, звучит сейчас, именно сейчас это смешно звучит, потому что 80% всех сделок и вообще 80% всей экономики мировой находятся в долларах. Да, да, да. Останее даже больше дается настоящее 250. Там вопрос не в этом, если мы подменим в денежной массе, да, 80%, то вопрос, что эта денежная масса товаром не обеспечена, там у него обеспеченность процентов 10 всего, если не меньше, да, и соответственно, 10% товара, ну как-то от них. Можно еще две вещи скажу? В начале главы там упоминалось, что идет смещение от вывоза товара, вывоза капитала. Да, да, усиление вот именно. Я могу сказать, что используются сейчас обе эти формы, в зависимости от того, что более подходящие в данной конкретной ситуации. Потому что, если там какой-нибудь Багладеш, то почему бы нет? Там, собственно, финансовых институтов особо нет, деньги нечего, чтобы прокачивать, а вот товары они будут брать замечательно. Здесь еще вот какая ситуация изменилась. Что изменилось по сравнению с тем, что было 100 лет назад при Владимире Ильиче, сейчас очень обострилась борьба за сырье, за сырье, за дешевое сырье между странами. То есть те, кто хотят. Вот и не зря там в Сирии идет война, потому что поставка нефти из этих стран, там, значит, вопрос нефтепроводов и газопроводов, и, значит, вот из-за этого идет война. А я бы отразил единство и борьба противоположностей. Да, согласен ресурсам, надо больше. С другой стороны, источников ресурсов открывается все больше и больше. И что? Следующая глава, да, в России денег... Нет, ну открывается больше. А что это? Как это влияет? Ну как? Пожалуйста, наши... Дело в том, что открывается больше, а кто ими владеет-то? Идет борьба за овладение этими ресурсами. Хорошо, нет, хорошо, пожалуйста. Вот Европа получает газ. Сколько желающих продавать ей газ? Дело в том, что американцы-то против этого нефтегазопровода, что турецкого, что северного. Почему? Потому что они хотят свой газ туда. Мы хотим свой. Да, вот и конкуренция. Кто хочет трубу свою через Балкан? А, ты хочешь сказать, что... Да, то есть конкуренция, пожалуйста, товарами. Газ продавать готовый Сирий. Это тоже сырье. Газ это тоже сырье, газ и нефть. Патистан давно хочет свой газ куда-нибудь вывезти, никуда никак не может. Это же тоже сырье в России. Да, ну я говорю, что не только оно становится дефицитом, но с другой стороны источников становится больше. В России тоже спорный момент, там куча путей обходных есть. Обойти Сирий. Да, да. Если раньше мы без тех, бочку нефти откуда-то с Кавказа было проблематично, сейчас туда можно танкерами гонять. Ну правильно. Вообще-то с другопроводами трубу положил. Правильно, но кто будет покупать и кого принудит монополию покупать. Ну так же, спрос есть. Да, спрос есть. Кто хочет покупать. Европа хочет покупать дешевые, и вот не дают. Не дают. Потому что она зависит. Кто дает кредиты. Да. Вот это. Вот. Вот.